Это украинский проект бизнес развития плода овощеводства. Это проект, который финансируется Министерством Международных дел Канады, софинансируется Минонитская ассоциация экономического развития и выполняется соответственно этой же организацией. Это 7-летний проект, который направлен на усиление возможностей малого и среднего производителя плода овощной продукции. Это проект, который работает в четырех областях юга Украины. Это Херсонская, Запорожская, Одесская и Николаевская области. И у этого проекта, как и у любого международного проекта, как и у любого инвестиционного проекта, есть те показатели, которых мы планируем достичь. Это 44 тысячи фермеров, которые будут вовлечены в проект к концу срока его реализации. Это 50 тысяч тонн реализованной продукции этими производителями. И выручка от реализации данной продукции составит 40 миллионов долларов. Это основные показатели, ключевые показатели, на которые мы ориентируемся. Конечно же, у нас в состав проекта входит огромное количество направлений. Мы работаем и с вузами, мы работаем и по грантовой программе. И в рамках каждого направления у нас есть свои подкипиа, я назову, ключевые показатели. У проекта очень много компонентов, они направлены абсолютно на разные сферы деятельности. И соединение этих сфер, взаимодействие между ними, именно даст тот результат, к которому мы стремимся. Поскольку проект работает в четырех областях, то в каждой области у нас есть партнер, с которым мы работаем. Если говорить про Запорожскую область, в которой мы сейчас находимся, это Агротаврия. Если говорить про Одесскую область, это Центр развития села Оракс. Если говорить про Николаевскую область, это Благодарительный фонд Ласка. И если говорить про Херсонскую область, это земля Таврии. Проект планирует свою деятельность на год. То есть у нас год заканчивается в 31 марта. И, соответственно, после окончания этого года мы подводим итоги, мы строим рабочие планы на год. И я бы не назвал это этапами, я бы назвал это корректировками нашей деятельности. Потому что если мы сталкиваемся с проблемой, это не значит, что мы про нее забываем. Мы просто ищем пути ее решения другими способами. Самый большой позитивный эффект, который, если говорить о моем впечатлении, это желание людей учиться, развиваться и развивать свой бизнес. Задумываться о том, что это не хобби. Это действительно бизнес, которым нужно заниматься каждый день, которому нужно уделять внимание как ребенку. И чем больше ты инвестируешь в этого ребенка, тем более он вырастет крепким и здоровым. Я бы не назвал это проблемами, я бы назвал это определенной тенденцией, скажем так, определенная может быть неверие, нежелание людей и невера в собственные силы. Поэтому мы стараемся людей больше воодушевлять, мы стараемся говорить нашим фермерам, что вы можете справиться с этими проблемами и все зависит от вас. Да, мы, естественно, мы как проект готовы этому помогать, мы готовы разделять и удачи, и неудачи, мы готовы радоваться. И я как руководитель проекта всегда радуюсь, если у наших фермеров все получается. Поэтому мы стараемся всегда говорить, что не стоит расстраиваться или унывать. Есть решение любого вида проблем, это просто вопрос времени, времени и желания. Насколько упорно вы готовы работать для того, чтобы это преодолеть. Это процесс более сложный к инновациям, потому что все новое. Для тех, кто выращивает культуру уже 20 лет, использует какие-то старые дедовские методы или идет по накатанной, очень тяжело сделать шаг вправо, шаг влево. И я понимаю это нежелание, потому что попробовать что-то новое всегда тяжело. Мы стараемся предлагать фермеру те решения, благодаря которым, во-первых, они сэкономят свои средства, несмотря на то, что многие из них считают, что платить за инновации это очень дорого. На самом деле любая инновация, любое новое технологическое решение приводит только к снижению себестоимости. Поэтому они прежде всего должны задумываться, если они хотят зарабатывать больше, они должны инвестировать и вкладывать в новые идеи, в новые решения, в новые инновации, в новые IT-технологии, во все новое. Я бы оценил пока это очень на низком уровне. Фермер не всегда понимает, что для того, чтобы получить финансирование, тем более западное финансирование, для того, чтобы получить деньги инвесторов, тебе нужно, во-первых, открыться полностью, во-вторых, у тебя должно быть четкое понимание, зачем ты привлекаешь инвесторов. Потому что если ты привлекаешь их в акционерный капитал, то это уже самое дорогое привлечение. То есть кредиты и облигации – это более простой, удобный путь. Но когда ты говоришь уже о более высоком уровне развития своего бизнеса, когда ты уже понимаешь, зачем тебе нужны инвесторы, то тебе нужно с ними работать так же, как со своими сотрудниками. То есть тебе нужно показывать свою деятельность, у тебя должен быть определенный уровень корпоративной культуры. Если это акционерное общество, то инвесторы очень любят, когда компания выплачивает дивиденды. К сожалению, пока наши хозяйства еще к этому не готовы. То есть мы говорим только о начальном этапе. И я думаю, что, я надеюсь, что к концу срока реализации проекта у нас уже будет несколько компаний, которые получат иностранные деньги, иностранных инвесторов и будут понимать свое дальнейшее развитие, свою стратегию по выходу на западные рынки, на западные рынки капитала даже. Потому что, к сожалению, немногие понимают, что такое банковское финансирование, немногие понимают, что вообще финансирование, как его привлекать. То есть это, во-первых, очень строгий перечень документов, во-вторых, это очень прозрачная финансовая четность. Инвесторы любят, когда все прозрачно, четко и понятно. Поэтому прозрачность бизнеса – это одна из важных составляющих. То есть когда понятна структура собственности, когда понятна корпоративная культура, когда есть политики, которые говорят о том, что мы работаем с инвесторами, понятные процедуры, бизнес-процессы. И когда это все открыто и понятно, тогда инвестор готов инвестировать в такую компанию. В 2017 году я хочу видеть большее количество компаний, которые хотят развиваться, хотят учиться. Большее количество фермеров, людей, вовлеченных в наши мероприятия, в наши какие-то программы, которые хотят поехать, к примеру, обучиться за рубеж, которые хотят участвовать в зарубежных выставках, которые хотят экспортировать продукцию, которые хотят объединяться, работать самостоятельно, которые больше доверяют друг другу, которые не боятся пробовать новые, которые не боятся обмениваться мнениями, какими-то идеями. То есть мы хотим видеть, что люди переходят на новый уровень общения, когда они совместно готовы решать те проблемы, с которыми они сталкиваются. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова